стресс знаешь вот на сегодняшний день я вот бесконечно слышу что господи стресс это плохо стресс так плохо влияет на человека на здоровье данное состояние вот мне кажется что чтобы не стрессовать это вот надо я не знаю просто действительно идти на енисея и завести себя козу да и там возможно никакого стресса не будет это то снег внезапный дату коза сбежала как ты не будешь то есть ну жить без стресса невозможно другое дело что перманентный стресс до длительное состояние стресса это конечно ну прям беда когда ты стрессуешь постоянно из-за одного того же из-за чего например ну вот я боюсь начальника например он вы потому что он неадекватно он на меня нападает он может там вызвериться и вот здесь а как не стрессовать да никак ну то есть меня это избегать фактор стресса ну то есть плохо тебе с этим начальником с этим руководителем с этим коллективом с этим супругом меняем потому что ты его изменить не можешь перестать стрессовать то есть таким образом реагировать на него ты не можешь на этот фактор значит нужно просто его заменять другого варианта нет другая ситуация когда ты стрессуешь просто из-за своей тревожности то есть нет ничего такого из-за чего казалось бы нужно там переживать волноваться напрягаться но ты сам по себе такой почему потому что ты считаешь что все должно быть либо идеально либо никак и вот предела идеальности же не существует то есть ты сделал хорошо и ты такой да блин это не так хорошо или не в то время можно было бы раньше можно было лучше можно было дешевле больше денег попросить и так далее для того чтобы не стрессовать вот из-за такой ерунды нужно научиться делать достаточно хорошо и вот только сейчас ну там врачи подключатся там летчики типа я достаточно хорошо да есть такое достаточно хорошо то есть есть предел до ниже которого падать нельзя понятно что есть потолок какой-то вообще топчик и у каждого свой вот этот предел кому-то ниже нельзя потому что там дальше не знаю самолет перестанет лететь вдруг да или там я не знаю человека мне не будет здоров то есть вот это вот знаешь я хочу всегда лучше всегда больше всегда качественнее это классная цель да но чтобы прийти к этому самому лучшему это путь то есть ты идешь какими-то шагами важно для себя определять да когда я сюда должен прийти что значит лучшее как я пойму что я к этому лучшему пришел потому что очень часто мы и приходим к этому самому лучшему но учитывая что за время пути у тебя уже меняются представления о самом лучшем когда ты доходишь до этого самого лучшего такой дофигня вон туда надо идти я вот в это играю постоянно ну а зачем стрессовать ты просто идешь понимаешь когда ты можешь стрессовать ты можешь стрессовать от незнания ну вот ты не знаешь как это делать получится не получится поэтому для того чтобы знать нужно это изучить то есть ты учишься ты изучаешь и тогда ты начинаешь знать то есть твое незнание переходит в знание в категорию знаний тогда ты не стрессуешь а ты двигаешься и да где-то опять же в каком-то моменте коротком ты Ты напрягаешься, ты попадаешь опять в состояние стресса, напряжение, и потом тебя отпускает. Если ты боишься сдохнуть от стресса, важно себе организовать вот этот момент, да, а сейчас я не струсую. А для этого что нужно делать? Нужно отдыхать. Нужно учиться отдыхать. Очень плохо, когда ты постоянно занят только достигаторством, достигаторством. Я достигатор, я очень люблю достижения, я люблю себя нагрузить, я люблю напрячься, я люблю вот этот стресс. При том, что в моменте стресса я говорю, да как же меня все это достало, да я хочу просто, спокойно, нормально. Когда я это прохожу, и я вспоминаю, а хочу ли я просто нормально? Нет, я не хочу просто. Я люблю вот это все, для меня это мой адреналинчик, мой кайф. И важно себя учить отдыхать. Отдыхать это в смысле больше не думать об этом, думать о чем-то другом, что там, о чем кажется, о своем же чем-то. Для меня отдых это вот это пенсионерское лежание на берегу в красивом месте, прекрасный отдых. Я всегда еще во время отдыха я работала, я брала себе какой-то кусок работы, я там что-то дорабатывала, потому что там же мысли приходят, да, ты переключаешься, творческая составляющая включается. Последний отпуск я даже не работала. Вот вообще, я всем сказала, я не буду работать, я вышла из всех чатов, я вышла вообще отовсюду, отовсюду. И вот три дня я действительно не работала, да, а на четвертый день я начинаю думать, мне плохо, мне тухло, мне скучно. Потому что я люблю свою работу, я занимаюсь любимым делом. И для меня мое любимое дело, оно меня наполняет, оно меня иногда выжигает, просто я ненавижу, я устаю, я иногда очень сильно устаю. Но так как я занимаюсь любимым делом, я не могу им не заниматься. Мне хватило трех дней, чтобы полностью перезагрузиться. И я прям зашла в работу, и я прям там, у меня мысли прут, мне кайфово, я это придумала, сюда надиктовала, там сказала, здесь написала. То есть у меня начинается какое-то движение. Иногда не нужно вот долго отдыхать, когда ты отдыхаешь качественно, то есть когда ты понимаешь, что тебе нужно. Я понимала, что мне нужно просто лежать, смотреть, слушать и ни о чем не думать. Кстати, поставьте лайк, кто тоже во время отдыха задумается, что, слушай, хочу работать, да, мне надо работать, мне срочно надо вернуться. Следующее, что помогает не избежать стресса, а минимизировать вот эти негативные последствия стресса, это переставать все катастрофизировать. То есть не получилось, и господи, мы все умрем, да мы все умрем, не сегодня, скорее всего. То есть не делать, не создавать ни из чего катастрофу. Учитывая, что у меня три бизнеса, постоянно что-то происходит, что-то отваливается, что-то рушится. Люди где-то допускают ошибку, где-то тупят, где-то забывают. Я же сама тоже человек, туплю, забываю, допускаю ошибки. И если из всего создавать катастрофу, господи, как же так? Важно, когда что-то произошло, подумать, что делать в следующий раз, чтобы этого не допустить. То есть описываем ошибку, причину этой ошибки. Что мы будем делать дальше в следующий раз, когда мы окажемся вот в этой ситуации, чтобы не допустить эту ошибку. И все, а это уже было, это не исправишь. Ты можешь исправить, устранить последствия ошибки, но саму ошибку ты уже не устранишь. Поэтому вот так произошло, ну, чуть спокойнее, как бы помнить, что жизнь-то одна. И здесь, знаешь, другой перекос. Многие такие, все, жизнь одна, значит, что нужно делать? Чилить, лежать. И, казалось бы, там стресса не будет, там другой стресс подключится. Денег нет. Я не нужен никому, мне скучно, я не востребован, я не реализован. Это напряжение переходит во что? В апатию, в недовольство, в депрессию. Как и загонять себя в эту ситуацию, корить, ругать себя, оскорблять, говорить, как же я так допустил. И как вот в это выходить, в эту бесконечную негу? Нельзя. Человеческий организм без стресса не живет. Почему? Потому что он даже малейший стресс больше не может вынести. Ведь спорт это тоже стресс. Да, обычный твой фитнес, когда ты там ходишь в зал, когда ты, не знаю, идешь играть в теннис, это же стресс для организма. Но что он дает, этот стресс? Он дает, он увеличивает твою выносливость. Он увеличивает возможность выдерживать нагрузки в длительном периоде, в коротком периоде. То есть стресс тренирует. И вот тот уровень стресса, который я могла пережить там в 21 год, он несоизмеримо мал с тем объемом стресса, который я могу пережить, вынести сейчас. Эта способность, она тренируется. И ничего в этом страшного нет. Ну то есть, ну да, здесь фигово, здесь фигово и здесь фигово. Многим кажется, что у меня ничего не случается. У меня тоже, как у всех, все случается. И дома может случиться, да, и на работе, и на одной, и на второй. Везде может случиться. Но зависит от того, как ты справляешься с этим стрессом. Следующее, чтобы меньше стрессовать именно в моменте, чтобы не... Господи, побежали сюда, побежали, я ничего не успеваю. Вот это самое страшное, когда ты понимаешь, что у тебя все рушится, ты ничего не успеваешь. Это состояние вытекает из-за отсутствия планирования Когда нет планов, когда ты работаешь Вот что пришло, с чем я и работаю Причем это же не обязательно предпринимателем ты должен быть Когда ты в найме, точно так же ты планируешь Мне за эту неделю нужно сделать вот это А, соответственно, сегодня мне нужно сделать завтра вот это А послезавтра вот это То есть когда ты планируешь, у тебя ничего не рушится Даже если что-то прилетает внезапно Ты такой, так, куда подвинуть, да, куда вставить Если ты видишь, что там уже в конце дня больше никуда не сдвигаться Ты очень просто обращаешься к своему руководителю И говоришь, у меня вот столько задач на день, да Вы мне пришли еще одну, дали Мне нужно от чего-то отказаться, потому что, ну, мой рабочий день больше не вмещается И все, и тебе говорят, либо не ставим эту задачу, потому что более приоритетные Либо да, ставим, и тогда вот от этого откажись Там передадим другому, либо вообще не делай Либо давай сделаем это в другой день Все, у тебя все понятно, у тебя все стабильно У тебя все распланировано И опять же, в моменте реализации какой-то задачи Ты стрессуешь, потому что нужно успеть Не дозваниваюсь, не получается, не связывается Но ты не стрессуешь, что вот в этом, в диком стрессе длительном не находишься Очень важно учиться отказывать, говорить нет Это же вот про это тоже, когда к тебе приходят, говорят, там, сделай это И ты такой, ты такой весь безотказный Почему? Потому что не умеешь отказать, неудобно отказать Или ты не привык, не знаешь, когда Тебе страшно отказать И ты такой набираешь, набираешь, набираешь И потом сидишь и понимаешь, у меня уже не хватает часов в сутках Даже если я не буду спать У меня не хватает часов в сутках, чтобы все это делать Естественно, ты будешь стрессовать Потому что те, кто тебя аккуратненько попросил Не приказал, не поставил задачу А аккуратненько попросил помочь Они потом начинают тебе Может быть уже? Да, а может быть сейчас? Не-не, я ничего не имею в виду Я не требую, да Но люди начинают тебе со всех сторон стучать Потихонечку во все твои мессенджеры Во все твои емейлы, то есть везде И ты начинаешь из-за этого стрессовать, да Ты уже стрессуешь из-за того, что Ты не отказал, не смог, да Ты набрал, и ты не справляешься А надо, потому что, ну как я людям в глаза буду смотреть Поэтому четко для себя определять Хочу, не хочу, могу, не могу И если хочешь, но не можешь Так и говорить, я бы с удовольствием, но я не могу Мне, ну вот как бы, я человечек У меня 24 часа, мне больше никто не дал часов Да, или если ты не хочешь, но можешь Так и говоришь, ну я не возьмусь Ну извини, я не возьму И все А если ты и не хочешь, и не можешь Ну как бы все, тут вопрос снят Если ты боишься потерять расположение Просто потому, что ты откажешь То там и не было этого расположения На мой взгляд, самое страшное Что уводит тебя в дикое состояние стресса Это цель побороть стресс Ну когда ты понимаешь, когда ты такой Господи, только не стрессуй Только бы не стрессовать Ни в коем случае не стрессовать Ты уже в стрессе Понимаешь, очень многие люди готовы Потратить всю свою жизнь Кучу энергии на то, чтобы не стрессовать И из-за этого еще больше стрессует То есть, понимаешь, я не буду смотреть новости Потому что я стрессую из-за новостей Я не буду общаться с этим человеком Потому что я стрессую Я не буду ходить в зал Я не буду, я не буду Все, а уйдите от меня все А ты же не живешь в вакууме Ты же в обществе Новости ты услышишь Этого человека ты где-то увидишь Как-то к тебе что-то просочится Где-то тебе придется взаимодействовать Поэтому не нужно посвящать жизнь тому Чтобы избежать стресса Научиться им справляться А понимать, что стресс это временное Это всегда пик То есть, это пик И этот пик, он в любом случае переживается Дальше нужно отпускать И все, и тогда ты спокойно Это нормально Стрессовать это абсолютно нормально Мы живем в таком мире В такое время Поэтому не нужно пытаться избегать стрессов Когда ты попадаешь в стрессовую ситуацию Его прожить Не винить себя за то, что у тебя что-то не получается Не винить себя за то, что ну вот я опять Ну вот ты опять Планировать, что я буду делать дальше В такой же ситуации Отказать, не отказать Перенести Дальше отдыхать Не жевать вот эту пережеванную жвачку Потому что ни к чему это не приведет И готовимся к следующему стрессу И понимаем, что уже после этого Я выдержу чуть больше стресс Потом еще чуть больше Потом еще чуть больше Потом научусь чуть больше И длиннее Да, ну тогда период отдыха должен быть Более продолжительным Не надо пытаться избегать стресса Потому что без стресса нет роста Потому что рост это уже стресс Вот когда ты переживаешь, что день проходит зря Да, я и не работаю И не зарабатываю И казалось бы, этот день можно было бы как-то по-другому Да, ну поработать, заработать И ты недоволен этим днем Значит ты провел этот день плохо Ну то есть надо проанализировать Как бы я мог провести этот день Чтобы мне было кайфово Что я хотела бы поделать Что съездить куда-то, встретиться с кем-то, заняться чем-то Просто целый день валяться в кровати И ничего не делать Тоже прекрасно вообще Я считаю, это прекрасно проведенный день Вот, то есть проводить его таким образом Чтобы в следующий раз не допускать И вы напишите в комментариях Что для вас значит классно проведенный день Когда вы говорите Просто это было феерия Это было круто Это было очень-очень хорошо У меня не бывает такого Что мне нечего делать Но у меня бывает Что я решила Сегодня я буду заниматься другими делами Какими-то А оно не идет Ну вот оно просто не идет У меня же много этого творчества в работе И оно не идет И мне тоже грустно становится Потому что к работе Ну, то есть к тем нужным делам Я прийти не могу Потому что, ну, я и не планировала Я же жду Та, что у меня придет А оно не приходит И вот я научилась Я для себя прям села и прописала Что я могу делать в такие дни Чем я могу заниматься Чтобы это было не впустую Чтобы это было не по работе А чтобы это было в кайф Все, у меня этот список готов Всегда В любое время я на низком старте Тема стресса Знаешь, это вот как тема страха Люди больше боятся страха Чем боятся, да Когда оказываются в этом страхе Поэтому стресс Это абсолютно нормально Это физиологично И для психики И для организма Нечего там бояться А главное учиться жить Да, учиться выдерживать Все больше и больше Вот люди же подумают Что она какая-то просто железная Сидит, да И вот она такая Вся неправильные советы дает А нужно говорить там О кайфе в моменте О получать удовольствие Естественно Кайф в моменте Это важно Но здесь же главное Не обманывать себя Да, потому что Когда ты в стрессе Он такой Стоп, 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 стоп Надо кайфовать в моменте А ты, блин, в стрессе Позволь себе прожить этот стресс Это же тоже часть твоей жизни Это же тоже твой момент И поэтому он говорит Что я буду получать удовольствие От того, что греет солнышко Летит птичка Ты не будешь получать удовольствие Ты будешь себе врать А дальше ты будешь Еще больше от этого стрессовать От того, что я себе еще вру Надо получать удовольствие От птички От солнышка А я, блин, не получаю Со мной что-то не то Ну и все Ты сам попадаешь Вот в эту бесконечную фигню Напишите, что вы думаете О стрессе Как вы справляетесь с стрессом Боитесь ли вы стресса Выдерживаете ли вы стресс Я обязательно почитаю Все ваши комментарии Мне тоже очень интересно Изучать эту тему Общаться с вами на эту тему И ставьте лайк этому видео Если вы хотите больше таких мягких тем Жизненных тем Будем общаться И подписывайтесь на этот канал Чтобы не пропустить следующее видео А с вами была Юлия Трус До новых встреч, новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok